Девушки отдыхают Мечи уже пробрались сквозь занавески и плясали на подоконнике и полу Наспех заправив кровать, медвежонок сел за стол и включил свой ноутбук В углу экрана моргал маленький конвертик Пришло письмо от Белочки И медвежонок ужасно обрадовался Значит, пора начинать Несмотря на выходной, они с Белочкой решили встать пораньше и сыграть в онлайн-шахматы Вчера счет в их шахматной битве был равным И сегодня Мишке прямо-таки не терпелось выиграть В реках, в горах и на равнине В теплых болотах и в жарких пустынях В больших океанах и на глубине В небе высоком и даже в земле Чудесные звери живут на планете Узнать о которых хотели бы дети Кто угадай на вопросы ответит Кто знает про всех зверей на планете Тот, кто в старом дубе живет Тот, кто детишек в гости зовет Тот, у кого миллионы извилин Кто это? Кто это? Правильно Дядюшка Филин В гостях у дядюшки Филина Белые ходят Е2, Е4 Объявляем черным войну Пешка скоро перейдет границу противника Вот сейчас так и напишу в чате Черные, у вас шансов нет Капитулируйте сразу И Мишка застучал по клавиатуре В это время Белочка Которая уже успела съесть на завтрак пару орешков Сидела со своим планшетом на ветке дерева Хм, сдаваться? Как бы не так Е7, Е5 А интересно Мишка знает, что начало шахматной партии Называется дебют Надо ему рассказать Так пишу Де-бют Хорошо от маникюренным коготком Белочка набрала сообщение В чате У Мишки тут же пришло оповещение Он выключил звук Главное родителей не разбудить А то рассердится еще в выходной все-таки Медвежонок приготовился к новому ходу Как его учил дедушка-медведь Нужно было вывести в бой коня Лучший защитает нападение Конь нападает на пешку Ходит буквой Г Нападает, напада... Вдруг экран ноутбука моргнул И погас Медвежонок недовольно повозил мышкой Открыл-закрыл крышку Ничего не поменялось Ну вот, теперь перезагружать придется И партию снова начинать Ух, не успел сохранить А если он, компьютер мой, сломался? Хм, странно, но новый вроде совсем Мишка перезагрузил компьютер Все документы были в порядке Только вот на экране появился зеленый квадрат На котором высветилось странное послание Следуй за солнцем на остров мечты И узнаешь того, кто такой же, как ты Найдешь ты легко нужный остров на карте Запомни, главное, город Джакарта Хм... Как только Мишка дочитал последнюю строчку Таинственная надпись тут же исчезла Вот это загадка Нужно срочно Белке написать Только вот как не пытался Мишка зайти в интернет Ничего у него не получалось Грустно вздохнув Он решил отправиться к Белочке в гости Но дойти до ее дома он не успел Друзья встретились на полдороги Мишка, привет! А я к тебе иду Ты чё грустный такой? Лето же! Да ноутбук у меня, видно, сломался Или вирус какой подхватил Сначала экран погас Потом там надпись странная появилась А потом интернет вообще пропал Да интернет у всех в лесу пропал Я как раз твоего хода ждала А у меня бац, и все выключилось А что за надпись? Как же там было-то? Сейчас вспомню А, следуй за солнцем на остров мечты И узнаешь того, кто такой же, как ты Найдешь ты легко нужный остров на карте Запомни, главное город Джакарта Слушай, Белка, как думаешь, что это может значить? И где это такой город Джакарта? Мишка, это точно какая-то загадка Скорее к дядюшке Филину Да, пошли, Белка Главное, чтобы он не спал, а то как-то неудобно получится И друзья пошли по тропинке к раскидистому дубу Где жил и работал лесной ученый дядюшка Филин По дороге они то и дело встречали встревоженных соседей Лисица, которая совершала утреннюю пробежку Остановилась и недовольно тыкала лапкой в телефон Никак не могла скачать новую музыку Ёжик грустно пробормотал, что отправил письмо племяннику И теперь не знает, дошло оно или нет Даже волк недовольно заметил, что всю ночь смотрел кино Но так и не узнал, все ли хорошо у красавицы с чудовищем Наконец впереди показался знакомый дуб И Белочка, встав на носочки, нажала потайную кнопку Листва зашумела, и дверь открылась Впустив зверят внутрь прямиком к лифту Уважаемый лифт, отвези нас, пожалуйста, скорей к дядюшке Филину Где он сейчас? Нужно здороваться Доброе утро, медвежонок и Белочка Мудрый Филин на сто двадцатом этаже На сто двадцатом? Там мы еще не были Мишка, куда это он так понесся? Белка, держись! Яркие солнечные лучи заливали волшебный лес Нежно дул теплый ветерок Белочка с Мишкой оказались на маленькой открытой площадке Расположенной прямо над кроной раскидистого дуба Друзья подбежали к перилам И даже зажмурились от удовольствия О, кого я вижу! Белочка, Мишка! Неужели вы решили встать пораньше в выходной день? Зверята обернулись Лесной ученый дядюшка Филин поднимался на площадку По маленькой винтовой лесенке, вившейся вдоль ствола В крыльях он держал длинный белый провод Здравствуйте, дядюшка Филин! Как хорошо, что вы здесь! Да как же можно спать, когда в нашем волшебном лесу сломался вай-фай? В компании лесной интернет не знают, что и делать Мне нужно обязательно все починить Дядюшка Филин, я секретные послания получил Там было про город Джакарту Вы знаете, где это? Джакарта? Или, может, это какая-то карта? Ну, конечно, знаю Джакарта — это столица Индонезии Друзья, давайте сперва все починим, а потом с вашим посланием разберемся Можете мне помочь? Спуститесь, пожалуйста, в лабораторию и проверьте, как работает кибермозг Ему ведь тоже для поиска интернет нужен Экран кибермозга шипел и вместо заставки рабочего стола фотографии ученого Альберта Эйнштейна показывал лишь серые полосы Кажется, все еще не работает Надо вопрос какой-нибудь задать про город Джакарту Джакарта — столица Индонезии Расположена на побережье острова Ява Остров Ява! Помнишь, Мишка, что-то в стихотворении было про остров мечты? Точно было! Следуй за солнцем на остров мечты И узнаешь того, кто такой же, как ты Прям детектив какой-то Как думаешь, что значит «следуй за солнцем»? Не знаю, Мишка, наверное, все отгадки на острове Ява Телепортатор включен Начинаю перемещение Назначение остров Ява Нет, нет, не надо перемещение, погоди! Дядюшка Филин! Дядюшка Филин! Нет, 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 дядюшка Филин! Дядюшка Филин! Но было уже поздно Кто угадай на вопросы ответит Кто знает про всех зверей на планете Тот, кто в старом дубе живет Тот, кто детишек в гости зовет Тот, у кого миллионы извилин Кто это? Кто это? Правильно, дядюшка Филин В гостях у дядюшки Филина Было очень жарко и влажно Покрытые мхом деревья тянулись вверх к небу С кривых покосившихся стволов Спускались длинными зелеными нитями Незнакомые растения Белочка подняла глаза И осторожно потрогала Плотную листву кустика Похожего на пальму Я знаю, демынишка Мы в тропическом лесу В таких лесах водятся белки-летяги Мне папа рассказывал Белка, главное, чтобы тут кого-то страшнее не водилось Как-то мне чего-то не по себе Их, где же дядюшка Филин? А я думаю, неспроста нас сюда кибермозг отправил Как там в стихотворении было Следуй за солнцем на остров мечты Вот мы и здесь, на острове мечты На острове Ява И нам нужно следовать за солнцем Ну как же за ним следовать-то, если вот оно Прям над головой висит Наверное, нужно идти на восток Там, где солнце встает Подожди, я умею по мху Стороны света определять Там, где мха больше, север У нас в волшебном лесу это всегда помогает Белка, кажется, это здесь не поможет У этих деревьев, посмотри, везде мох Мишка, Мишка, смотри, тропинка Давай проверим, куда она ведет Белочка указала лапкой на еле заметную тропинку Наполовину скрытую под густыми зарослями И друзья, переглянувшись, отправились в путь Белочка прыгала впереди Мишка немного отставал Ему требовалось время, чтобы все рассмотреть в деталях В какой-то момент он даже потерял Белочку из виду Она ловко запрыгнула на ветку дерева И затерялась в густой листве Только рыжий хвост мелькнул Белка, Белка, погоди Куда же ты так быстро-то? Мишка осмотрелся и вдруг увидел то, чего совсем не ожидал Прямо перед ним на ветке стоял горшочек с медом И этот восхитительный запах Мишка подбежал, снял горшочек с ветки Зачерпнул лапой мед Как же вкусно! И уже готовился отправить его в рот, как раздался страшный рык Медвежонок от страха уйкнул Поднял испуганные глаза И увидел черного медведя Стоящего на задних лапах И гневно потрясающего большущим когтистым кулаком Сколько раз я тебе говорил Не есть на ходу, а дождаться ужина Аппетит испортишь И вообще, сын, где ты был весь день? Сын? Ужин? Я это... Незнакомец отобрал горшочек у медвежонка И сунул его под мышку И не успел Мишка опомниться Как его самого схватили за лапу И повели в лес Все дальше и дальше от дороги Туда, где нависали друг над другом Диковинные тропические деревья И совсем не было видно солнца Это не... Пустите меня, белочка! Белка! Белка! Спаси! Где ты? Никто не ответил Напрасно Мишка вырывался Незнакомый медведь держал его крепко Медвежонок успел его хорошенечко рассмотреть Шерсть черная, гладкая Глазки маленькие Мордочка немного сморщенная А язык просто огромный Просто он был совсем невысокого Мишкины папа, да и мама намного больше Но самым необычным было желтое пятно у него на груди Напоминающее то ли подкову, то ли золотое ожерелье Вскоре они оказались на маленькой поляне Вокруг лениво бродили медведи черные С желтыми пятнами на груди И все они кивали Мишке, как к старому знакомому На ужин мед и салат из термитов Иди в комнате, пока приберись И медведь с желтым пятном на груди Легонько подтолкнул Медвежонка к ближайшему дереву Ох, Белочка, а где же ты? Куда же ты пропала? Как мне отсюда выбраться? Опечаленный, Медвежонок бросил взгляд на дерево Здесь кто-то явно обустроил все по своему вкусу К крепкому стволу была приставлена небольшая лесенка Чтобы удобнее было подниматься и спускаться А наверху, затерянный в ветвях, виднелся маленький домик Мишка всегда о таком мечтал Хотя лазать по деревьям не слишком любил Сидеть бы сейчас с Белочкой в домике на дереве Играть в шахматы, настоящие шахматы И ловить солнечные лучи Вдруг Медвежонок замер Солнечные лучи Точно! На стволе дерева кто-то нарисовал желтый солнечный круг С расходящимися лучами Следуй за солнцем на остров мечты И узнаешь того, кто такой же, как ты Хм, такой же, как ты, то есть такой же, как я Это тоже медведь И Медвежонок стал проворно забираться наверх Все ближе и ближе к дому на дереве Наконец, лестница закончилась И Мишка оказался перед открытой дверью Кряхтя он подтянулся Оттолкнулся задними лапами И оказался внутри необычного жилища На полу сидел его ровесник Маленький медвежонок в круглых очках И играл в онлайн шахматы на ноутбуке Шубка у него тоже была черной А на груди виднелось желтое пятнышко в виде подковы Он так был увлечен игрой Что высунул свой длинный язык И даже не заметил, что у него гости Привет, это ты мне послание оставил О, ты все-таки приехал Как же я рад Я-то думал, раз у вас сеть сломалась Ты не понял ничего Да, так это из-за тебя у нас в волшебном лесу Интернет сломался Похоже, что так Но я не специально Играть мне не с кем тут совсем Так вот я и попробовал разные штуки Хотел подружиться со зверятами из других стран Послание секретное отправить Чтобы интереснее было И случайно сломал Папа меня хакером называет Ты только ему не говори Жутко разозлиться Ладно, чего уж там А как тебя зовут? Я Бируанг Или Солнечный медведь Еще меня называют Малайский медведь Или Медведь-собака Но мне это ужасно не нравится Какая же я собака Я медведь Бируанг протянул лапку И медвежонок энергично ее потряс Солнечный? Хм, ничего себе Никогда про таких медведей не слышал А почему вас так назвали? Разве ты не понял? Из-за желтого пятнышка на груди Мы самые маленькие представители рода медвежьих Но все равно Мы самые грозные в лесу И опасные И страшные И я самый настоящий хищник И вы на других охотитесь? Ну, бывает, конечно Но, если честно Я больше мед люблю Жучков всяких Термитов Здесь моя подруга Белочка Надо срочно ее найти А то вдруг ее кто-нибудь съест Да никто меня не съест Не бойся, Мишка У меня все в порядке Кажется, мой друг Я догадываюсь Почему так произошло Беруанги или солнечные медведи Плохо видят Вот и приняли тебя за своего Ой, Белка, Белка Дядюшка Филин, ура, ура В домике на дереве Появились Белочка И лесной ученый дядюшка Филин Белочка ловко забралась по лесенке А дядюшка Филин залетел в открытое окно И деловито сложил крылья на груди Мишка, ну куда же ты пропал? Я оглядываюсь, а тебя нет Повезло нам, что дядюшка Филин Вслед за нами на остров Ява отправился Ну скажи, Мишка Разве можно куда-нибудь уходить с незнакомцами? Надо было громко кричать А если потерялся в лесу Стой, где стоишь А то рискуешь еще больше заблудиться Простите, дядюшка Филин Сам очень испугался Ой, совсем забыл Познакомьтесь с моим новым другом Солнечным медведем Это он, наш интернет То есть я, конечно, не это имел в виду Все это время Малыш Беруан с удивлением смотрел на Белочку и дядюшку Филина Не волнуйтесь, интернет в волшебном лесу я уже починил Сможете закончить свою партию в шахматы Ой, а вы тоже в шахматы играйте Еще как играем Друзья, давайте я расскажу вам немного про солнечных медведей, раз уж мы тут оказались Конечно Солнечные медведи обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии, на северо-востоке Индии, в Таиланде, Индонезии и других странах Другое название солнечного медведя Беруанг или Малайский медведь Малайский, потому что его можно встретить на островах Малайского архипелага Да, остров Ява, где мы с вами сейчас и находимся, как раз к Малайскому архипелагу и относится А я знаю, я знаю, почему солнечных медведей так назвали Это из-за желтого пятнышка на груди Совершенно верно! Когда-то люди решили, что это пятнышко напоминает восход солнца Вот и назвали медведей солнечными У одних медведей оно совсем маленькое, а у других чуть побольше Солнечные медведи очень любят вздремнуть на дереве и строят себе жилища прямо на ветках Да, у нас у каждого дом на дереве есть Дядюшка Филин, а про когти наши расскажете? Ну, конечно! У беруангов большие лапы с когтями и очень длинный язык Это помогает им добывать мед прямо из ульев Питаются солнечные медведи всем, чем придется И медом, и насекомыми, и даже мелкими грызунами Да-да, несмотря на маленький рост, беруанги считаются опасными хищниками Правда, солнечные медведи – звери очень умные Никогда просто так не нападут Друг беруанг, дополните мой рассказ Ох, вот, ма! Тайну вам сейчас открою, не люблю шутить я шутки Но с чем солнце мы с собою на красивой черной шутке Меньше мы других медведей, да и видим плоховато Но зато на целом свете нет таких, как мы, ребята Любим лазить по деревьям и рычать на всю округу И, быть может, с нами рядом все трясутся от испуга Мед съедим с пчелою вместе Будем рады и конфетти Вы уж лучше к нам не лезьте Мы же хищные медведи Дом наш тропик и густые Нрав у нас крутой и дикий Мы медведи непростые Греткие из красной книги И это хорошо, что мы сейчас познакомились А то, глядишь, там и зима скоро В спячку впадать А мы, в отличие от других медведей, в спячку не впадаем Днем любим вздремнуть, это да А так, чтобы всю зиму спать, ну уж нет Ой, а давайте в шахматы сыграем Беронг достал из ящика шахматы и зверята сели играть Играли они долго, пока солнце не начало клониться к закату Не хочу вас расстраивать, друзья, но нам пора собираться домой Вас родители ждут, а мне еще с интернет-компанией разбираться Новую систему безопасности ставить Я, конечно, специалист по зверям, но и в новых технологиях тоже кое-что понимаю Ну вот, а с кем же мне теперь в шахматы играть? А давай мы тебя в друзья в соцсетях добавим И в шахматы будем играть вместе по интернету Вот это здорово! Заработал телепортатор Ваше время истекло Внимание! Загружаю координаты для телепортации Тункт назначения Лаборатория мудрого филина Мудрого филина Тропический лес острова Ява стал растворяться в белесой дымке И через мгновение пение птиц, стук дятла, прохлада и шорох листвы Известили наших путешественников о возвращении в родной лес Мишка, я домой, компьютеры Войду в сеть, свяжусь с беруангом и в шахматы будем вместе играть Как же это мы будем втроем в шахматы играть? Зачем втроем? В четвером и в пятером и мы устроим большой лесной международный онлайн шахматный турнир Кибермозг, запускай! Слон, конь, ферзь и пешка Турнир начнем, не стоит мешкать Король ладья, шах и мат За победу награда, мармелад Чем закончился турнир и кто стал чемпионом? Это уже совсем другая история В реках, в горах и на равнине В теплых болотах и в жарких пустынях В больших океанах, на глубине В небе, в высоком и даже в земле Чудесные звери живут на планете Узнать о которых хотели бы дети Кто угадай на вопросы ответит Кто знает про всех зверей на планете Тот, кто в старом дубе живет Тот, кто детишек в гости зовет Тот, у кого миллионы извилин Кто это? Кто это? Правильно, дядюшка Филин В гостях у дядюшки Филина